МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отрасли культуры вообще работаю уже где-то 23 года. А с микрофоном я все время 40 лет. Как говорится, бессменный ведущий митингов. Когда-то вы еще были юными. Я тоже в такое время, как вы, была юной, но тогда я уже начинала вести все демонстрации, которые проходили в нашем городе Гомеле. Конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни», защита распредложений, деловые игры. Мы в неделю проводили более 20 мероприятий, учитывая, что всего 7 дней в неделю. То есть было по 3-4 мероприятия в день. И знаете, работали мы не за деньги, мы работали и за то дело, которым дорожили, которое любили. В 2006 году она пришла работать в картинную галерею Гавриила Ващенко в качестве старшего хранителя фондов. Уже через год благодаря профессионализму возглавила учреждение. Вспоминает, первое, что сделала, убрала выходные дни из графика работы учреждения. Она убеждена, искусство должно быть доступным всегда и для всех. Именно поэтому здесь появились такие проекты, как музыкальный пикник для семей, уютный вечер с чаепитием и лекциям об искусстве, народная выставка для любителей и профессионалов, «Я художник, я так вижу». На протяжении последних трех лет это выставочное пространство в самом центре Гомеля признают лучшим учреждением культуры города. За год в галерее проходит более 40 мероприятий и выставок, которые посещают около 50 тысяч человек. И речь не только об экспозициях известных художников. Здесь дают шанс начинающим и поддерживают молодежь. Посмотрите, заканчивают ребята, например, художественный колледж, колледж народных промыслов. И хотелось бы сегодня посмотреть их дипломные работы. И надо сказать, что каждый год, 1 сентября, мы начинаем первый учебный день молодежи выставкой дипломников. И в этом году будет обязательно это тоже. Затем, например, нам очень хочется увидеть молодые таланты. Мы проводили конкурс про движение. Это проводили совместно с областным исполнительным комитетом и при поддержке областного исполнительного комитета. То есть хотелось и здесь увидеть таланты молодых людей. То есть сегодня молодым людям возможность выставляться есть. Главное – их желание. Преданность в сфере привели Людмилу Михайловну к медали Франциска Скорины. Кстати, это не первая значимая награда директора галереи. В 2017 году она стала Женщиной года Беларуси в номинации «Духовность и культура». К слову, общественная работа всегда была важной частью жизни для Людмилы Михайловны. Сейчас она возглавляет Центральную районную организацию Гомеля Белорусского союза женщин. Мы провели акции «Неделя женского здоровья» на наших предприятиях, где мы приходили со специалистами по разным направлениям и помогали женщине определить ту или иную проблему с ее здоровьем. Потому что, согласитесь, рабочий человек, который работает на предприятии, вот, например, на 8 марта, у нее смена, она работает смену в две смены, ей некогда пойти даже записаться. А может, даже, знаете, просто и подумать о себе некогда. И как бы это ни было грустно осознавать, но после этой акции было обнаружено у женщин 60 меланом. То есть это заставило, это заставило обратить внимание женщин на свое здоровье. Людмила Шимбалева не просто человек на своем месте, а лидер и сильная женщина. Она убеждена, опыт закаляет характер. Всегда готова к новому. Возможно, это и есть ее ключ к успеху. Анна Корольчук, Игорь Марищенко, Новости недели. Анна Корольчук, Игорь Марищенко.